Всем привет! Тому привет, кому ассалам алейкум, примите от меня ассалам алейкум. У меня есть два пистолета. Один Grand Power T12F Fortuna, а один прародитель этого Grand Power T12F Grand Power T12. 2011 года производства, 2016 года производства. Посмотрим, какая разница между ними. Первая, первая, самая главная существенная разница. Это стоит 100-200 тысяч. Это стоит, от региона зависит, 40-50 тысяч. У T12F есть еще специальный вырез, из-за которого он разрывается, когда стреляют вот такими патронами, дореформенными патронами. А у Словака его нет. Вроде бы у Словака нельзя говорить, что нет. Есть он тоже, не такой глубокий. Стволы у Фортуны, он цельный, у него нету зуба. А у Словака есть маленький зуб наверху. Но мой Словак настолько старый, настолько из него много стреляли, что этот зуб протерся, и его очень маленький там остался. Потому что в этих снарядах, шариках резиновых, есть железная стружка. И с каждым выстрелом она какую-то часть срывает с этого зуба, и он стирается, стирается. Чем больше выстрелишь с этого пистолета, тем больше он его стирает. Еще какая может быть разница. А, в надписях. На Словаке вот здесь есть надпись. А на Фортуне ее нету. Из-за надписи, из-за чего-то такого-то, зачем переплачивать такую огромную сумму? Вопрос. Ответ. Вот из-за чего. Поставим патрон. Шатается. Тот же патрон поставим в патронник Словака. А он здесь не шатается. Фортуне. У Фортуны патронник вырезан чуть шире, чем у Словака. Это, видимо, потому сделано, чтобы оставить там пространство, в случае, если будут стрелять 250 джойловыми патронами, чтобы давление раздуло гильзу, и гильза осталась в патроннике и не выкинула его выбрасывателем. При этом нагрузила выбрасыватель, и кончик выбрасывателя должен сломаться. Это для ограничения того, чтобы люди не стреляли из него дореформенными патронами. И потому эти патроны здесь шатаются, а здесь они не шатаются. Но здесь тоже есть очень маленькая шатка, но она не такая ощутимая, как на этом, на Фортуне. А ну, проверим дореформенные и здесь, и там. Мне кажется, даже дореформенные гильзы, они чуть толще, чем фортуновские. Разве может быть такое? Визуально этого не заметишь, но дореформенные патроны внутри Фортуны не так сильно шатаются, как 90-джойловые. Дуроформенные патроны, они не шатаются. Значит, в чём дело? Ух ты! Здесь она так сидит, вообще никакой шатки, ничего здесь нет. Вот в чём хитрость. Они, кроме того, что патронник увеличили, они ещё гильзы уменьшили. Так получается. Но это, я так думаю, это моё личное мнение. Потому что, вот фактически, ещё раз проверю. Здесь она шатается. Здесь она очень, очень, очень мало шатается. Очень мало, но тоже есть шатка. А дореформенные здесь очень, очень мало шатается. Вообще чуть-чуть шатается. А в Словакии он вообще сидит в гнезде. Вообще шатки нету. Вот почему и здесь и стволы разрывает, и стволы разрывает. И в патроннике патрона раздувается, и выбрасыватель выкидывает. Потому что нельзя из него стрелять дореформенными патронами. Приходим к тому, что есть люди, которые боятся вооружённого нападения, и не могут ходить и защищать себя. Он переплачивает 100-200 тысяч. Берёт этот пистолет, Словак. Берёт 250 джойловые патроны. И в случае нападения на него людей, которые хотят ограбить его, или же убить его, или же отобрать у него что-то, он защищает свою жизнь, стреляя в голову, или же в тело этими мощными патронами из этого мощного пистолета. Есть вторая группа людей, которые просто берут это оружие для практической стрельбы, для показухи, просто поносить, показать, что он вооружённый, или же для самообороны, но никогда не ожидая, что на них может напасть человек, вооружённый с огнестрельным оружием. Они платят за него 40-50 тысяч рублей и ходят с ним, пока он им не надоест, и потом его закидывают в сейф. И всё. Почему он так дорого стоит? Отвечаю. Очень просто. Он востребован, и его больше не производят. Он в ограниченных количествах. Но обычно они смотрят на рынок, на рынке какая цена, и относительно этого продают своё оружие. Потому что его больше в России завозить запретило 2011 года. И в России такие пистолеты больше не выпускаются. А его завод «Фортуны» в Нижнем Новгороде печатает, и печатает, люди его и покупают, и покупают. А почему он самый распространённый и самый продаваемый пистолет в России? Да потому что все остальные пистолеты не показывают такого результата пробивной силы, точности и практичности, как этот пистолет. Пистолет ПМТ, пистолет Макарова, от боевого Макарова, переделанный под травматический пистолет, он тоже не показывает такого результата. Потому что в его магазин помещается 8 патронов. А в его магазин помещается 10 патронов. Он на 2 патрона больше. И у него калибр больше 10х28, а тот 9 мм. У него снаряд лёгкий. И даже если ему ты найдёшь то реформенные патроны, максимальная выдача джойлов у него получается 160 джойлов. Магазины у них. У Фортуны магазин 10-патронный с ограничителем завода. У него патрон ограничителя не стоит в магазине. Отдадим магазин 17 патрон, второй магазин 15 патронов помещается. У Словака пружина от боевого Касотова. А у Фортуны своя пружина травматическая. У Словака выбрасыватель. Вот этот выбрасыватель от боевого Касотова. У этого, смотрите, сразу же видно. У него ограничения сделали, что в случае, если будут стрелять патронами дореформенными, они сразу же сломаются. Вот он ломается, и после одного выстрела он уже не перезаряжает, не выкидывает выстреленную ангеллюзу. Патроны. Словак может стрелять и этими патронами, и этими патронами. То есть дореформенными. Дореформенные патроны 180-250 джойлов, а эти до 90 джойлов. Разные партии, разные результаты показывают. Кроме того, что патроны мощные, и пружины у них разные и мощные. Например, вот эта пружина, она мощная, и она не очень быстро отправляет затвор назад, из-за чего затвор опаздывает отправление назад. Пуля, вот эта резиновая пуля, не теряет своей скорости и летит с начальной скоростью. А здесь пружина у него, она мягкая, как выстрел производится, и пружина мягкая. Выстрел и патрон, гильза уходит назад, и пуля идет вперед. Шарик идет вперед. И происходит то, что пуля не летит так быстро, как она может лететь с мощной пружиной. То есть убойная сила у Словака больше, чем у Фортуны. Затворы чем отличаются? Вот у него вот это место, и вот это место отличается. По весу не скажу, чем они отличаются. Весы нужны, весов у меня нет. Итог. Если заниматься практической стрельбой, вполне можно купить вот этот пистолет. Этот пистолет в данный момент в России самый лучший травматический пистолет. А этот пистолет, он максимально приближенный к боевому пистолету. Если боевой пистолет ПМ с боевого патрона выдает 320-350 джойлов, то травматический пистолет 250 джойлов это очень хороший результат. Или же можно защитить себя, если нападает на тебя человек с огнестрельно-вооруженным оружием. Ресурс у него пожизненный ресурс. Пожизненный. Этот пистолет и в тире стрелял. Я третий его хозяин. А в этом случае очень много, часто видим на ютубе, что стволы рвутся, выбрасыватели ломаются. У обоих магазины от боевых косотых. Потому что у нас на стрельбище есть боевой косотый. Мы проверили эти магазины на них. Там тоже эти магазины также работают с боевыми патронами 9х19. У них и патрон, и магазины от боевого косотого, и пружина от боевого косотого, и выбрасыватель от боевого косотого. Пистолет это такая вещь, что его один раз берешь на всю жизнь. Они даже отличаются звуками затвора. Их не затвор. Подходят друг к другу. Берем затвор. Берем затвор от фортуны. Ставим словаку. Берем затвор и пружину от словака. Ставим фортуны. Пошел. Абсолютно подходит. Друг к другу подходят. Это фортуна. Это словак. Собираем словака обратно. Его пружина крепче, потому что его труднее затевать. Вот мои ума друзья. Одним из них я стреляю на практической стрельбе. Просто дискомфорт в том, что наши боевые патроны 9х19 в нашем тире стоят дешевле, чем его патроны. И рентабельно получается стрелять нашими патронами. Стрелять боевыми патронами 9х19 из ГЛОКов, из КА-100 боевого, чем чуть дороже. Покупать и стрелять из своего Т-12. Стрелять из этого травмата фортуны с патронами фортуны. Потому что фортуновские патроны дороже, чем боевые 9х19. А вот этот, заряженный 250 джоузовыми патронами, стоит всегда у меня или здесь, или здесь внизу. И в случае того, когда я делаю инкассацию, или в случае того, когда я езжу в машине, я никому не позволю, чтобы в мою сторону кто-то прицелился с огнестрельного оружия. Я сразу же достаю, отправляю патрон патроник и стреляю ему в голову. Два выстрела прицельных. После этого, пускай меня судят, я буду сидеть. Лучше сидеть, чем лежать в гробу. Даже в случае, если двое на меня нападут без оружия, взрослые, сильные ребята, я очень легко от них могу отбиться. Я драться умею, я, альхамдулиллях, ударной техникой я владею физически, я сильный человек. В драке, в физической драке, ни в коем случае нельзя прибегать к травматическому оружию. Только к нему прибегаешь в том случае, если на тебя нападает человек с огнестрельным оружием, в этом случае есть какое-то оправдание перед судом. если на тебя нападает группа людей с холодным оружием, с битами, с монтировкой, с ножами, в этом случае, если ты будешь по ним палить, может быть, судья тебя оправдает. Но в каких-то других случаях судья не оправдывает. Большинство прецедентов сидят в тюрьмах на каких-то там драках, разборках, махать пистолетом. За это и оружие потеряешь, и лицензию потеряешь. Даже если в воздух выстрелишь, оформят и 40 тысяч штрафа, 50 тысяч штрафа у тебя возьмут. И больше не будешь вообще оружия иметь у тебя дома. Тебя не разрешают оформить, лицензию никто тебе не дат больше. Решайте сами. Стоит ли платить за это оружие 100-200 тысяч рублей? Или же лучше купить вот это 40-50 тысяч рублей? Всем пока. Ставьте лайки, если вам понравилось, если я был вам полезен, и где-то я какие-то ошибки пропустил, исправьте. Напишите в комментариях. Я постараюсь ответить, если какие-то будут вопросы.